гонка еще так и пикает видите как дерзко сначала так вот ручник надо тык-тык-тык-тык все жесткий тюнинг у на этот набалдажник дерьмовый хоть изолентой обматывай чтобы хоть какой-то вид был включили проверили но светит очень ярко ее можно разрезать на две части вот видите ножнички нарисованы один шампур сюда суется другой шампур в другую сторону если машина сгорит это не по вине макса просто это жигули пацаны у меня есть безумная вещь для вас игра викинги кто не устанавливал зря игра сейчас просто взрывает викинги похоже на знаменитые стратегии 90-х и 2000-х но теперь онлайн и в мобильном телефоне здесь можно изобретать свою уникальную стратегию развития веди дипломатию стой города и присоединяй новые земли а последнее обновление викингов было настолько масштабным что просто превратила игру в настоящего монстра своего жанра сейчас в игре нарастает серьезное противостояние между русскоязычными и американцами и нам нужен именно ты чтобы поставить их на место поэтому сейчас кликай по ссылке в описании там уже для тебя приготовлен щедрый бонус 200 голды для мощного начала в игре скачивай добавляйся в друзья и убедись насколько это сильно друзья приветствую всех на своем канале сегодня серия у нас пойдет про приору уже дней 5 за рулем не сидел не ездил уже немножечко даже соскучился по внешке у нас конечно еще осталось много что я хотел сделать открою секреты хотел крышу черный глянец сделать вот по эти края вот кромки но не получилось не вышло так что пока это пауза в этой серии займемся салоном чтобы было приятно ездить чтобы все работало рассказываю какие доработки хочу сделать по салону ну во первых тюнинг салона самое основное это не заколхозить принципе все чистенько аккуратненько в машине вы это сами все наблюдали сиденья как новые принципе не хочу ничего поганить первая наша задача это какая вот видите панель приборов включаем подсветку и ну сейчас наверно плохо видно загорается лампочки только спидометра здесь подсветки нету и здесь подсветки нету когда ночью едешь не видно нифига какие у тебя обороты сколько бензина это такая мелочь ну надо сделать второе не знаю получится у меня не получится хочу снять эту рамку в интернете смотрел что в черный цвет красят но если честно серебро здесь реально ни к чему так что хочу вот эту всю панель центральную консолька на полу консоль центральной называется снять и в черный цвет покрасить скажу честно вчера сидел долго в интернете смотрел как это все делается потому что я такой рукожоп ребят никогда это не разбирал иномарки еще разбирал салон там как-то все понятно посмотрел как эту разбирается панель приборов ну вроде бы ничего сложного с этой пацаны вообще капец просто надо магнитофон снять открутить там болты там болты потом ее всю снять и потом когда снимешь и каждую надо еще кнопочку отсоединять аварийку отсоединять вот эти вот джойстики все отсоединять вытаскивать но я буду дня два разбирать ее но это я конечно утрирую но очень все это геморрное потом что дальше все вы помните наверняка ручник какой у меня в каком он состоянии но просто железка вот и когда машину покупал от прежнего владельца вот такая канитель осталось я думал склеить восстановить приколхозить сюда из двух частей из этих вот так вот но в итоге я думаю она стоит рублей 100 а если я смогу в магазине найти какую-нибудь знаете приятная такая на ощупь есть нужно как как типа тюнингованная не такая вот пластмасска возможно я просто куплю сейчас получше и и так что это пока убираю и надо ручник сделать потом дальше что дальше что самое интересное не знаю получится не получится давно уже хотел на своей машины попробовать подсветку ног сделать мне очень это нравится когда дверь открываешь и вот тут вот эти лампочки загораются и подсветка ног дверь закрыл сел все погасло это не такое дорогое удовольствие так что сейчас поедем в магазин все для этого купим но я думаю будет ништяково но задача у нас такая это покрасить сюда лампочки подсветка ног и ручник остальное вроде бы салон в идеале так что сейчас это сделаем будет все в регут уже успел соскучиться по рулежке этой замечательной машины погода у нас сегодня расстраивает хорошо что мастер я такая гаражная опять будет буду в гараже заниматься для лексус ты чё бля ты чё дэнчик наводи приори сегодня никому не уступит эту гонку отдыхай братец потому что денчик соскучился уже по гоночкам по покатушкам едем прямиком до запчастями но и куда вы лезете братья ох нифига сия расхерачились так как расхерачились так как расхерачились так как ёлки-палки вот это да все ребят надо аккуратно быть за рулем потому что видите какая дорожная обстановка творится в городе приехал я в магазин автозапчастей вас рядом с домом раньше еще скауди подешевле можно запчасти купить сейчас времени нету зайдем в автоваз и возможно там все купим еще такой важный момент ребят после серии я сказал что не знаю что делать с машиной возможно я буду продавать хотелось бы во первых ваше мнение услышать хотите вы продолжение машины чтобы я снимал на канале вот этой именно приора чтобы были еще ништяки то может быть диски фигиски и тому подобное что я еще боялся делать также зад занижать любом случае напишите хотелось бы вам продолжение приор или нет скажу честно ожидал большего я от этого проекта по отдаче ну склоняюсь сейчас я к продаже машины это раз во вторых ребят скажу честно еще раз нужна мне ваша поддержка огласка чтобы абрамчика узнали всех во первых пацаны именно ты сделай репост пожалуйста этого видео надо чтобы оденчика узнала каждая собака каждая дворняжка знал оденчика это раз но во вторых у меня есть много подписчиков из них но активных я думаю тысяч десять двадцать тысяч есть который ни один ролик не пропускает расскажи другу своему любовнице сестре брату свату собаки блохам которые сидят на собаке скажи есть канал абрам тв такой типа дэнчик там про пиво про приору снимает подпишись на этот канал типа подпишись мне некогда объяснять тебе дворняжка ну подпишись как бы зайди сейчас у каждой собачки есть уже страничка там соц сети там либо в ютубе если каждый из вас из десяти тысяч двадцати тысяч приведет еще одного друга скажет подпишись канал же возрастет до небес можно сказать так что все зависит от вас нужна ваша помощь пацаны вот так сейчас моя гонка выглядит снаружи уже грязновато но вы сами прекрасно видите какая погода опять дождь идет не прекращается машина грязная но смысла мыть ее не тот многие писали что у меня лобовик уже растонировал нет ребят по-прежнему в тонировочке езжу просто когда окна открыты тонировку лобового стекла не так сильно видно ну вот так вот грязненькая но красивая машина надеюсь магазин работает у них какая-то реконструкция проходит вывески все закрыли ну либо не позориться просто не хотят что они запчасти автоваза продают одно из двух что-то показываю что купил была не самая лучшая идея конечно приехать сюда за запчастями за 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 троил обрамчик так вот такая краска черная чтобы вот эту консоль покрасить центральную если получится конечно ее снять 180 рублей что ли нам не обошлась и 2 лампочки в приборную панель вот такие полома здесь стоят в интернете я смотрел ну не знаю они не они на будем пробовать так что поехал я сейчас на горский и автозапчасти там очень много выбора вот такие только в сборе речески продаются так что вполне возможно может не придется и склеивать что и не хотелось бы я думаю на горском все таки найду сюда какой-нибудь на балдашник и надо купить светодиодную ленту везде есть то синяя то красная то зеленая но я не люблю пацаны этот колхоз ставить конечно у каждого свой вкус кому-то может быть и синие и красное нравится но это чё попало мне надо просто беленькая чтобы она была проверяю на что способна приора не застоялась ли она еще в гараже не тяга есть есть тяга просто разогнаться не дает мне никто на взлет идем на взлет уверенно идем приора все-таки может когда захочет она гонка и что-то и пикает видите как дерзко дерзкая тачка еще вот так вот ручник надо тык 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 все приехал я на авторы на горске уже был здесь буквально раз то вы все прекрасно это место видели но нет у нас жигули нигде в нашем городе ничего приходится сюда ездить жесткий тюнинг жесткий тюнинг у на этот на балдашник дерьмовый хоть изолентой обматывай чтобы хоть какой-то вид был купил я светодиодную ленту есть она здесь слава богу в продаже вот этого на балдашника все-таки нету ну нету такого вообще ребят придется восстанавливать вот эту из пепла ну а потом может быть закажу какой-нибудь есть всякие смотрел в интернете ништяковые типа тюнингованные там мягенькие прикольные на пока надо эту сделать потому что так ездить вообще как-то некрасиво это раздавайте покажу вам ленту что я купил во первых провода взял пять метров ну чтоб тянуть сразу буду отсюда тянуть запасом взял пять метров рублей сто стоят у такие провода и сама белая светодиодная лента она сразу на двухстороннем скотч и 3м или зем скотч хороший кстати включили проверили но светит очень ярко и и можно разрезать на две части вот видите ножнички нарисованы она метровая стоит 200 рублей была за 150 но дядь и поменьше ну и ярко светит так что я думаю вот это самая крутая из всего что есть на рынке 200 рублей и 100 всего 300 рублей и удовольствие я думаю будет море но все самое главное это нам все установить поставить прямиком в гараж в новый отремонтированный где свет правда барахлит но ничего погнали пацаны но все началось началось ребята я вырвался с этой канители я вырвался братцы все отормазываемся отормазываемся нельзя больше нельзя поделенный успею успел я переоделся готов к бою начнем мы скорее всего с спидометра так что начнем на самого простого в интернете я посмотрел как это все меняется открою я окна чтобы в машине было светлей чик чик вот так вот уже получше будет работать нам надо вот эту панель открутить сейчас снять руль вниз наклоним два болтика здесь здесь тут два болтика снизу будет но в принципе это самое простое что я смогу сегодня сделать пока возникла пауза решил заняться вот этим вот на ручник на балдаш ником принес момент из дома буду все-таки клеить его потому что он нигде в продаже таких нету не говоря уже про тюнингованных и есть такой супер клей сейчас это я все склею потом на изоленту чтобы она жесткая фиксация была но я думаю будет нормально сейчас примерил разобрался где чё и и видать до этого уже клеили что здесь следы какие-то все у меня получилось это сделать клей очень хороший не знаю китайские какой-то ним сапожники делают вот видите маленький слой нанес я вам гарантирую что он не отваливается но пока не мере я в это верю сейчас немножко подсохнет мы ее чпонька сюда и будет все в регут так мне кажется уже можно прикреплять и будет на века держаться вот так не 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 так обамчик закосячил вот так вот должно быть наверно да 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 вот так вот вот все вот так вот немножко остатки сейчас я это все смажу дело дам просохнуть изолентой замотаю что лучше это все высохло но я думаю будет работать еще лет двадцать пять пока приора не сгниет окончательно на ю тубе меня умные дядьки не обманули всего лишь надо четыре болтика открутить вот эту вот накладочку я снял как видите она вот раз два три четыре задача немножко усложняется я все открутил достал тут есть вот такая вот как ее правильно назвать клемма которую надо вытащить и тут защелка чтобы она просто не выпадывала вчера я на ю тубе когда смотрел как это все откручивать он говорит главное не сломайте это показал как она снимается но я уже ее минут 20 ковыряю ребята на мне никак не отваливается то ли я рукожоп то ли я рукожоп ну все в принципе отсоединил я это барахло достаем нашу чудо панель со своей тряпочкой потру всю но вот и сзади где-то должны быть лампочки вот эти две горят вот эти две не горят по краям сейчас мы их за попробуем заменить надеюсь я те купил пластвуюсь вам результатом не прошло и двух часов всего лишь три лампочки четыре лампочки поменять и денчик молодец вот видите все загорается нашел вот такие вот шампуры и ребят поверьте мне я сейчас буду не отдыхать и не мясо жарить насаживать тюнинговать свою прекрасную машину хотя на нее ругаюсь но танске су я криворукий кривожопый посмотрите на это занятие один шампур сюда суется другой шампур в другую сторону вставляется и реально эта тема сработала потому что нам надо было крепежи вот эти ослабить сейчас давайте попробуем вытащить ну вот как то так вот теперь нам не должно ничего мешать отсоединить магнитофон ну и панелька я думаю она слезет это шесть болтов было откручено два здесь два вот здесь было находилось едва ауди магнитофон где мы вытащили давайте пробовать снимать панель все снял подписал где чё ну потому что денчик может забыть где сверху где снизу потому что такую штуку можно и так и так пытаться и так ссувать это сверху ну вот так у тебя все выглядит разобрал я довольно быстро думал буду дольше возиться оказывается не так все страшно как было это я со спидометром что провозился сейчас это все осталось замыть но и обезжирить и не приступим к покраске наступил уже вечер на два раза я покрасил сейчас это все подсыхает и уже в принципе краска высохла еще на третий раз покрашу завтра уже буду устанавливать что касаемо машины осталось нам только вот эту вот диодную ленту подсветку ног сделать сам я это не додумаюсь мне кажется все сделать все тянуть тяжело поздал я макса макс мне устанавливал ксенон габаритки диодные противотуманки меня часто спрашивали какая лампочка вот я вам показывал не знаю видно не видно видите она идет как линза а по бокам диодики я думаю вам будет видно ребят кого интересует вопрос по установке по покупке таких лампочек я оставлю как раз от макса ссылочку где-нибудь скорее всего в комментариях закреплю кому интересно он и продает эту продукцию там все для ксенона автосвет дворники автохимия ну короче у него свой магазин пишите ему может быть он в доставка у него есть по разным городам какая-то если продукция заинтересует я думаю он вам не откажет проконсультирует давайте я вам покажу как они горят то может быть многие не помнят вот так вот они горят замечательно нижние противотуманки и габаритки но мне прям очень нравится этом доволен как у нас это все получилось пока макса жду пока он ко мне подъедет уже пол салона расхерачил ну разбирать это не собирать это снял вот эти вот обшивки боковые потом удар этот плафончик отсоединил сейчас он на добром слое болтается тут можно подлезть уже будет спрятать провода по низу и вот с этого места они пойдут вниз отсюда откуда-нибудь и запитаемся но это макс подъедет он там лучше понимает как как грамотно правильно сделать он шарит в этом деле друзья время 12 36 макс до меня все-таки доехал поковырялись часа сколько два поработали два часа поковырялись изначально не знали откуда запитываться как это все делать у нас целая компания это ленка приехала алина подруга максовская ну и сам главный виновник торжества макс расскажи пацана ну как тебе удалось такую красоту замутить ну начнем с того что виновник ты ну а так красота что ну светодиодная лента ну и дел по френшую да макс по френшую давай продемонстрируем как ты скажи питание откуда взял макс по технологии делал вообще конечно все все как в учебнике в автовазе как книжки написали так и делали да так что в комментарии нам не пишите что мы там неправильно что-то делали как написали в учебнике так и делали так и положено машины если машина сгорит это не по вине макс а просто это с жигули да это автоваз так вот смотрите ребят красота не знаю как будет видно этот процесс закрываем дверь закрываем дверь и смотрите как это все будет сейчас гаснуть макс прикинь сейчас epic fail она не погаснет это будет очень плохо лен ты куда в кладовку ну вот она красотища все все погасло ты не балуйся лен открываем дверь демонстрирую вам хопа и всю грязь на ковриках видно ну все в принципе процесс процесс уже закончен завтра это все соберу на место мы все и будем пользоваться так что ребят кто хочет такую же красоту еще раз напомню макс его магазин прекрасная девушка алина да алина ты тоже продаешь там эту продукцию или нет но вот алина обращайтесь пишите максу ссылочка будет на его страницу теперь мне не пишите я не занимаюсь этим какие лампочки стоят тоже не знаю макс это все устанавливает продается так что обращайтесь пишите подскажет расскажет дамас ну все спасибо еще раз макс большое друзья вот и пришло время хвастаться всеми нищиками что я установил два дня ковыряли с машиной ну давайте оценивать во первых это я машину сполоснулся с она чистенькая красивенькая давно уже не мыл погода у нас новосибирске не радует ну сейчас это бомба сейчас выглядит давайте заценим салон что салоном у нас получилось открываем и загорается вот такая замечательная подсветка не знаю как это днем будет передавать камера но мне кажется должно быть все видно центральная консоль ребят вот такая черная получилось крутая просто ну я не знаю по сравнению серебристой конечно как по мне так на намного лучше стало смотреться потом ручник уже не железный вот такой пока временный вариант но всяко лучше чем было ну вот принципе и все и что я ничего не показал это подсветка конечно же она у нас заработала не значит видно не видно ну вот как то так у такие доработки у нас получились по салону оставляйте комментарии как вам больше нравится что еще можно сделать предлагайте варианты а Продолжение следует... На этом наш выпуск подошел к завершению. Хотелось бы еще упомянуть, чтобы написали в комментарии, интересно ли вам наблюдать за приорой, продолжать дальше проект, либо нет. Но вот все зависит от вас, ребят. Хотелось бы еще раз напомнить, чтобы подключили своих друзей, знакомых, родственников, ну кого угодно. Скажите, что Абрамчик снимает про приору, интересно смотреть, если, конечно, вам нравится. Пусть подписываются на канал, ну, развитие должно быть какое-то происходить, если им не понравится, они потом сами отпишутся. Ну все, надеюсь на вашу поддержку, оставляйте комментарии, обязательно делайте репост этого видео ВКонтакте. Ну, в принципе, все. Возможно, это последняя или крайняя серия с Lada Priora. Буду смотреть по этой серии, так что загадывать не буду. Всем спасибо за просмотр. Машина, конечно же, преобразилась еще круче. Салоном я не занимался до этого. Так что все, братцы, пора прощаться. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok